привет сегодня хочу рассказать о грибах и норвегах вернее мне задали вопрос как относится как относятся норвежцы к грибам то есть собирают ли где какие грибы и так далее могу сразу сказать такую вещь не все норвежцы любят есть грибы многие любят есть грибы но не любят собирать грибы вернее не я неправильно сказал не знают какие грибы собирать и есть небольшая категория норвежцев которая собирает грибы и буквально может один процент грибников которые разбираются на все сто то есть они знают все грибы они в общем то они специалисты по этим грибам но в целом в обычной жизни процентов 80 людей покупают если им нужно если хочется грибы в магазине некоторые из них знают что такое лисички и лисички они собирают с удовольствием обычная наша лисичка рыженькая сама не везде одинаковые лисички любят еще они любят и часто собирают тракт конторель вот здесь вот я поставлю фотку этой тракт конторели как она называется по-русски найду если что подпишу выглядит она такое как небольшой такой сморчочек коричневенький но очень дух мяны и очень очень приятно делают соусы различные сушат и потом делают в общем такую посыпку опять же для соусов мне много о них рассказывали от рак конторелях но положа руку на сердце хей не вижу вот действительно не вижу если я иду по лесу я могу я могу моментально отследить допустим вот а вот белый вот там подберезовик вот а вот подосиновик растет вот там значит сыроежка такая вот там сыроежка сякая в общем я отслеживаю я настолько это самое что я могу отслеживать любой гриб когда я захожу в лес я вижу а там 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 вот а вот тракт конторель я не вижу может потому что как-то меня не научили ее искать но в общем то что еще норвежцы любят белые грибы но не все хорошо разбираются в них но если допустим в каком-то соусе или добавлено белый гриб и это просто вот любят очень как я говорю собирать в основном норвежцы те немногие норвежцы которые собирают грибы они собирают лисички собирают тракт конторель те кто разбирается собирают белые грибы но это можно сказать так в общем то достаточно единична есть люди которые больше скажем так обученные сами занимались поиском грибов изучением проходили курсы то есть они профессионально относятся к грибам вот эти конечно они могут рассказать очень многое это да но их по сути дела единиц я вот здесь вот рангитали знаю ну вот в этом наши девчонки иногда собирают моя подружка собирает я собираю грибы есть одна из тайвань и она она собирается грибы есть еще норвежка который собирает грибы но в основном она собирает и обычные а лисички может так еще кто-то где-то вот с кем я никогда не сталкивалась но во всяком случае в лесу я может пару человек только и видела вот норвежцев которые собирают грибы одна женщина собирала у нее был большой микс там тогда было она набрала и подберезовики были еще какие-то другие грибы я встретила просто удивилась я очень редко вижу чтобы кто-то забирал грибы а вот она мне показала что она собирает это то есть норвеги как сам поисами по себе они в основном употребляют шампиньоны из магазина если есть возможность купить побаловать себя каким-нибудь более дорогим грибом они это делают любят лисички но в основном они как-то все больше в соусах соусах нет такого что как у нас сковородку такое это самое картошки туда лисички и лук она все это ух чесночко это мечта вот но в целом я хочу сказать что так как я приехала из белоруссии и очень много хотели по грибам и меня мама большая любительница грибов и папа они всегда носились как электровиники по по лесам добывали все что это все что только было видно вот поэтому как бы любовь к грибам у меня есть и я люблю их собирать и когда я приехала сюда в норвегию я очень сильно пошла в школу у нас был значит один преподаватель который ну в общем он специализировался на грибах то есть это и была его какая-то такая любовь скажем так его то есть он когда-то спросил а кто из вас хотела грибы собирает кто не собирает ну там кто-то был как говорится у нас был разномастных такой класс из африки из азии и и и я из белоруссии и это самое и как говорится он говорит ну если хотите давайте мы с вами устроим когда-нибудь вылазку в лес собирать грибы вот ну как бы я я была я всегда любопытствующая особо любопытные я очень хочу знать как это самое думаю надо посмотреть чем отличаются норвежские грибы а вот наши в общем в целом когда это рассказал показала и сделал нам небольшую такую вылазку на пик дычун тогда леса там было побольше и поменьше и мы пошли это самое приходили значит показывал вот это вот этот гриб это вот этот гриб ну как бы в целом я практически 50 процентов я это знаю до того как то есть я была с ним знакома обычные наши съедобные грибы там белые подосиновики подберезовики как в том фильме подосиновики подберезовики под опята нет и опять тогда мы насобирали огромное количество грибов он значит подходил каждому кто там что-то находил говорил да вот это съедобное это условно-съедобное это лучше не брать там значит это самое и потом значит после того как мы насобирали он показал рассказал какие-то грибы я кстати несколько новых для себя открыла в общем я попробую вставить картинку номер два римсов и картинку номер три сансов показываю пальцем что было легче купить эти места и вот из этого показано мне очень понравился именно римсов и его можно приготовить сразу на сковородочку заливаешь ты его чистишь моешь заливаешь немножечко водой что все эти животные вышли но как правило я на них именно вот на римсов на этом грибе я не встречала никогда червяков не знаю почему вот как то потом еще какие-то показывал еще какие-то показывал но когда мы все приготовили значит все попробовали он показал как это готовится как норвежцы готовят эти грибы в основном они сразу свежие грибы на растительное масло сливочное масло немножко лучком грибы они почищены порезаны все это как бы вот когда реки приют когда грибы начинают тушиться они выделяют огромное количество воды и вот когда вот эта вода скажем так испарилась можно добавить еще чуть-чуть допустим масло сливочное еще добавить допустим молочных сливок вот такого и она немножечко как бы протушивается очень вкусно мне понравился вкус именно вот этого самого римсов и я начала его собирать также еще какая-то я потом с ним консультировалась уже по другим грибам и говорю что я очень люблю опята вот потому что опята для меня с чесночком он говорит нет в норвегии у это гриб ядовитый я очень сильно удивилась андрей да раньше он считался условно-условно-съедобным но сейчас в норвежские каталоги внесли в то что он как говорится накапливает какие-то я уже не помню какие вещества и поэтому он считается значит его нельзя есть потому что как бы идет послабление живутка кишечника не знаю я после того как ела это так и продолжаю есть опять жива-здорова в общем и что хочу сказать когда при начало уже вот немножечко разбираться где куда можно пойти и начала искать какие-то леса дороги я нашла на потрясающее место где растут белые грибы как-то был один такой момент мы с мужем я говорю муж хочу грибы хочу грибы я там видела вот мы когда ехали вместе с ним это самое там белые грибы давай мы тебя дождусь я тебя дождусь и мы поедем собирать он говорит ну хорошо ну значит вот так вот едет вдоль дорожки а я бегу грибы собираю какое количество белых грибов а какое количество белых грибов умерших своей собственной смертью мама дорогая я в тот на тот день насобирала вот за 45 минут я насобирала по-моему есть здесь 40 или 220 белых грибов я я визжала я кричала это когда подбегала к машине хватало следующую корзинку котомку кошелку ой как же вы хорошо это самое я хватала какую-то эту самую и бежала дальше в лес он отвечал оксана остановись сколько можно в конечном итоге я говорю ну как то как можно остановиться ну ты представляешь вот ты любишь рыбу ловить когда-то он рыбу любил ловить игру ты рыбу любишь ловить вот представь ты закинула одну удочку рыба еще рыба 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 две рыбы рыба рыба ты можешь остановиться ну так посидел потом нет наверное я бы не смог остановиться вот ну вот и я я вот тут этот самый 200 с лишним грибов я их насобирала боже у меня и я до пяти утра их чистила ну короче говоря но больше таких подвигов я не совершала в любом случае я как бы если есть возможность я всегда собираю опята я всегда собираю белые грибы если попадаются лисички потому что лисички подбирают ну как бы последнее время я не сильно собираю потому что кроме меня есть это никто не ест муж не ест и а сколько не тех белых грибов которые в предыдущие годы на набрала мне хватит еще на несколько лет ежедневного питания этими грибами но иногда покупаю шампиньоны иногда покупаю вот аромасоп ароматический гриб этот если есть в азии бутики я покупаю какие-то азиатские грибы ну так чисто для пробы попробовать как она это самое ну как-то а в целом норвежцы любят любят грибы в пицце любят в соусах но грибных супов я как-то не помню у них вот как-то мне редко встречались но в основном соусы туда любят и в егерь гритто добавляют еще шампиньона это такая микс для для риса или для картошки там сразу всякие овощи засушенные шампиньоны могут быть настоящие это все пережаривается добавляется этот микс сливки или молоко кому как хочется и подается как-то по типу такого гуляша охотничьего к рису или картошки отварной или пюре очень вкусно но в целом в целом не очень много людей собирают грибы не очень многие разбираются в грибах есть которые спрашивали меня конкретно слушаю если пойдешь в лес покажи мне как вот какие любые что чего и как ну вот как то так